I have ways of blowing things off. И это отразилось на том, что Кахара у нас теперь без руки. И жизни у него немножечко так себе. Кстати, чем я могу сейчас подлечиться на данный момент? У меня есть синий флакон. На, скушай, хотя бы двадцатку тебе восстановлю. Хотел бы я пару вещей сейчас сделать, прежде чем мы пойдем дальше. Поскольку из объекта у нас все-таки пробный, как ни крути. И мне очень интересно, что тут и как происходит. Поэтому, во-первых, вот это. У тебя очень плохое ощущение, ну, типа плохое чувство, что не стоит этого делать, но мы все равно обыщем. А безглавный колдун, кто помешал моему сну? Разве не видно, что я еще не вернул себе свое тело? Ты наглое создание, мне нужно больше свежей крови для проведения ритуала. Мне там нужно было... Наверное, нужно было взять миазму в руки, да? Что со звуком? Так, атака. Атака. Давайте просто посмотрим, что это и как это, и как это будет происходить. Жизнь у него дофигища просто. Эх, хе-хе-хе. Взывает к чему-то во тьме. Что-то надвигается из темноты, блин, там какая-то фигня идет. То есть убить я его не убью, да, я так понимаю? Нечто зловещее наблюдать за тобой из тени. А если я его убью, мне не придется с чем-то зловеющим иметь дело? Да. Блин, чувак, ты просто голова, откуда у тебя столько хп-шки? Теплое дыхание смерти с каждой секундой все ближе. Ха, промах! Спасибо, чувак. Звер из темноты нависает над тобой. Огромное чудовище раздавило тебя. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе, я понял, хорошо. Продолжаем. У нас с вами 4,5 часа в игре, так что... Ясно. Вы мне говорили, что для того, чтобы пообщаться с колдуном, нужны некие вещи. Я начал с ним драться, потому что у меня этих неких вещей сейчас нет. Ну, то есть не все. Поэтому я решил просто попробовать, как оно будет, если я попробую его убить. Ну, ладно. убили типа убить теперь я хочу попробовать силы с вот этим вот парнишкой посмотрим как и что у нас пойдет а стой 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 мне же там чё там неазму надо одеть да а он у меня одет ты я просто тогда значит минуточку минуточку синий флакончик давай вот тебе чтоб те сразу не убили сходу хотя бы по 60 хп чтобы у нас было идем попробуем на вот этого чувака наехать до атака а ты у нас будешь вот метательный дротик в него пожалуйста и ты у нас атака по этой руке ну давай черт с тобой 483 неплохо кстати дательный дротик попал блин больно ой больно говорю ты еще и промахнулся но это просто шикардос были на меня убьют сейчас так ладно предмет у меня нет никакого лечения больше белый флакон флакон с водой зелье жизни которая до бесполезно китай в него взрывной флакон пожалуйста а ты наверное вот по этой руке руби есть оставили так ну да ну да ну да пошел я на отрубить ему руку пожалуйста так ну твоя атака еще разрывный флакон мы все равно будем скорее всего загружаться это все абсолютно бесполезно ту ногу ему кстати отрубить давай эту ногу отрубим отрубили хорошо а мы его убили а что у нас пхпшки а по даже пхпшки не все так плохо ну да он нас покалечил хорошенько нам нечем лечиться но что мы за это получим громадный железный шекспир обыскать тюремный ключ третьего этажа у железных шекспира так а он мне не нужен был собственно говоря а что с ним еще могу сделать ударить доспехи отвечают гулким эхом на каждый удар оставить его нет я тогда не вижу смысла извините конечно ребятушки но я тогда не вижу смысла его бить мы потеряли хпшку мы потеряли кучу всего но смысле кучу всего мы потеряли много хпшки которым не нечем восстановить и я не вижу фух блин каждый раз так пугаешь я не вижу никакого повода так поступать то есть он нам дает ключ который мы и так получаем и у нас и так уже открыты все двери мы их просто повыламывали большинство из них еще одна вещь которую я хочу сделать перед тем как мы пойдем дальше после наверно после этого все таки тоже загружусь даже не одну вещь погодите тут я хочу сделать две вещи во первых я хочу все таки на мать наехать слабит от голода то есть мне обязательно нужно пойти взять эту штуку до голод ну-ка огнило мясо ну она тут территории пометил и хорошо что блестит камень душ точно мы тут камень душ забираем и нужно попробовать наехать на мать в прошлый раз доставила много забот атака как вы говорили там по первичным или вторичным половым признаком лупить и тогда все в нашей жизни будет хорошо метательный тротик блин последний ладно поехали а ты у нас что у нее будет сбивать маневренность крылья или ноги ладно пусть будет крылья отрубили погодите ай ай кровотечение атака может черт его по туловищу так предмет синий флакон на вот этого парня пожалуйста чтобы он не скопытился сразу а ты у нас атаку по крылу дальше а крыло мы отрубили а все она один раз успела ударить в смысле а чё ты улетела то пещерная мать исчезает во тьму теперь я думаю нам нужно пойти и навестить и они не 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 что блин не нужно кормить своих детей человечиной а знаешь не хочешь сходить знаешь куда подальше там так ты предмет кусок ткани да ну мне в принципе вот и сейчас него перевязывайте сейчас незачем по идее 96 кстати хороший урон промах спасибо а ты просто голову откусила хорошо так кусок ткани где он у нас был на успокойся у него вообще хп-шки мало ну эту мы сейчас склеили довольно быстро и я чуть даже не уверен что я хочу после этого загружаться наконец смертва у нее между ног есть тут зачем такие подробности тянешь руку через гадостную желтую слизь и сочащуюся изнутри находишь яйцо карлика а зачем оно мне что это вообще такое яйцо птицы или ящера кто знает это обычные яйца да а яйцо карлика это страница страница книги счастливая монета жареное мясо а где она этой а вот яйцо карлика яйцо найдено теле пещерной матери ребят я не знаю что это за яйцо пишите можно можно несколько таких яиц подобрать типа с разных ракурсов как с мясом а я с нее еще зарядил еще и этот камень а зачем мне эти яйца их готовить или может еще с этой стороны могу нет пещерная так ее за ногу значит давайте еще пойдем вот сюда наверное она она же там у нас висела может быть не зря может там есть еще что-то интересное сейчас можно как это вход охраняла а это вообще не навестит огромное создание оконная цепи непонятно живой или нет сочится желтая слизь подойти ты выдавил немного желтой слизи а что за желтую слизь я выдавил желтый флакон флакон со слизи желтого цвет запах очень соленый но может быть жидкость пригодна в пищу ну типа это же молоко да но вообще ребят даже не знаю ну давайте у меня у всех и пешки очень мало ладно сейчас минуточку мать мы просто убили без особого труда поэтому я пошел сохранился еще на один слот дополнительный и потому что наверное я хотел бы оставить этот прогресс я вот с этим вот парнем хочу побеседовать привет незнакомец как себя чувствуешь что в нем такое чудесное в этом дне новый день принес новые испытания ведь что такое жизнь без испытаний жизнь интересна не правда ли жизнь интересна если ты интересен точно подмечено ты мне уже нравишься я знаю чем что мы только встретились но я же чувствую как образовывается связь между нами надеюсь не против если я спрошу напрямую всех живых людей можно разделить на две группы так есть дети света те компрента тата 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 есть люди хорошо приносит тяготы жизни они имеют близких людей которые хотят вернуться даже сети он часто не чувствует тепло любимых своей душе от чего становятся еще храбрее мы все читали с вами но в противоположность с ними есть люди тьмы таких людей интересно течение жизни частенько приводит горе и печали но они приспасают жить с этим более того они начинают любить извечную тьму в своей душе такие люди могут черпать ли и силу во тьме они полагаться на других нужна лишь тьма их старая подруга и так люди света честно говоря удивлен я нажал люди люди света случайно вообще-то ну ладно я своего рода торговец из изыска вещи тата тата самое смешное то что мне нужно мне не нужно золото идти их ко мне и не пожалеешь о потраченном времени видишь ли и карманы очень глубоки так вот привет тебе незнакомец ой-ой приветик малютка какой у тебя красивая смазливая личка особенности особенности мне нравится и бедра и щиколотки в особенности похоже девочка боится покет кэта как насчет предложение которое ты не сможешь отказаться только для тебя мой любезный покупатель меняй маленькую девочку на вещь которую ты сам выберешь клеймор некрономикон книга забытых воспоминаний я могу девочку просто поменять на сейв клеймор это я так понимаю очень хорошее оружие но в принципе мне оружие сейчас не нужно некрономикон это что-то неплохое это я помню по-моему находили что-то книга забытых воспоминаний вот это интересно так не пойдет может еще и изменишь свое решение возвращайся если ты придумаешь предложение остается в силе хорошо ладно просто чтобы не тратить сейчас время я думал что он предложит что-то уникальное он нет но он предлагает хорошие вещи я не спорю просто они не настолько хороши чтобы я пожалуй просто слил своего своего члена команды и к тому же так белый флакон мясной пирог давай-ка ты у нас мясного пирога навернешь а ты ты у нас с салями скушаешь все я думаю мы более-менее все хвосты почистили мать мы все-таки убили шекспира я не вижу смысла убивать девочку продавать ну тоже я думал что будет гораздо лучше предложение хотя оно возможно было более актуальным допустим на тот момент когда мы в первый раз с ним встретились ок это я понимаю как то могло прийти к этому ко всему с другой стороны я спрашивал стоит ли мне оставлять девочку и взять может быть с собой рыцаря в этот раз я пойду именно в таком составе в этом ничего не так вот эту штуку мне сказали запросто взять и разрубить резераны лес фиолетовая жидкость органы перестали пульсировать внутри что в венах все еще происходит какое-то движение похоже то к чему присоединен орган все еще живу больше не передает признакам жизни ну и все суперски тут мы абсолютнейших всех перебивали вот этот вот парнишка я не думаю что он будет с нами разговаривать да спасибо до свидания атаковать его не буду тут у нас кромешная тьма чего там говорили факел меня на самом деле бесит фишка что я не могу поджигать факелы от вот этих вот штук хорошо сюда мы ходили это у нас двери да да тут у нас дверь напомню что мы уже подошли к легарду еще в прошлый раз вот я тут этого охранника убил вот этого охранника убил слегка голодна там на здоровье тут вот у нас обобрать мы его не можем там не знаю кишечков с него смотать ему горло перерезано он умер не так давно это сначала кратит которого было проделал весь этот путь он мертв поэтому ты не сможешь совершить свою месть я не рад тому что с ним стало печальный конец этих этих подземельях стоит на колено рядом с мужчиной мне кажется так ну мы просто ну я сюда приходил всех убивал но мы пришли через все это да это мы все же смотрели я бы я просто него не кликал больше нет причин тут оставаться конечно же нету да вот тут случайно не дверь ну что так все выглядит ничего не осталось все же утонул да вот этот ритм сердце вы слышите мне кажется это от оставшихся сердец ну то есть как вы мне написали в комментариях их тут три штуки одно мы вот разрубили хотя честно говоря я бы с этим не связывался да вот нас приглашают теперь я сделал все кроме как подойти к лигарду и поговорить с вот этой вот дивулей поэтому мы сейчас заново все это прокликиваем продолжай путь да 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 пока давай до свидания и пойдем у нас есть ключик у нас есть вроде как все что нам нужно в этой жизни это все не двери мне просто теперь хочется прокликать всякие такие места но я понимаю что это не двери итак дверь однако и раньше выглядит та 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 открыть куб глубин похоже реагирует на двери чувствуешь пульсацию что происходит от куба суперски не зря это пол такой черта мне страшно по такому полу хоть ой там что то это древние статуи огромных размеров судя по украшению на голове статуи изображает древних королей древних королей блин там чё то топает ребят о это шахматы перед тобой стоит зловещая каменная статуя она слишком тяжело чтобы ее сдвинуть там реально чё то топ слабеет не она не слабеет ты кто такой ты 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 я вот с этим хочу ходить мне будет немножечко попроще слабеет от голода погодите не надо там никому слабеть пожалуйста от голода сделать предмет вот вот рагу склепайте мне пожалуйста палка огневая кусок ткани еще парочку факела себе сделаю хавчик будьте добры так гнилое мясо студии и где у нас там было а ты можешь еще салями наверно офига ли мы все отравлены похититель хрюшки а почему мы все отравлены то ой блин у кахары вообще фигово с этим а это тварь нас дротиками пуляла все это время да вот я смотрю у него в руках это ай чтоб тебя так ты у нас будешь белым флаконом оно вроде там снимается так хорошо метательный вот сюда а ты ему отруби пожалуйста вот эту руку она сразу по ногам кстати бьет это нормально ай блин больно вообще то так предмет питательный вот сюда а ты вот сюда обыскать ты забираешь шинель а также дротик ударить ты бьешь станки и под шинелью скрыто крепкое покрытое чешуей тело спасибо а что мне с этим чертовым ядом делать погодите белая куб глубин как диаконы глубин только куб глубин черника так блин почему тут нельзя флакон с водой внутри выглядит пахнет питьевая флакон с кровью почему нельзя флакон это распределить вот это жалко немножечко каждый раз их выискивать белый флакон а давай на тебя и белый флакон на тебя черт я почему-то сейчас на tab нажал в надежде что у меня карта вылезет сейчас она вылезет так перед тобой крепкая древняя дверь она практически целиком стоит с камнем тебе никак не разрушить ее спасибо ёппер с а то что я хочу По голове я не попаду Давай я тебе руку отрублю Ты ударишь по этой ноге А ты ему отрубишь вторую руку Давай, вот так вот сделаем Уязвим, хорошо А, ну и травит каждый раз по 10 Чтоб тебя Ах ты Он без головы продолжает драться Какой промах, блин Ты чего Кого ты ее бьешь Обыскать Нет ничего ценного, спасибо Освежевать А корольная его кожа загнила настолько, что Уже разваливается на ошметке Это очень похоже, кстати, на тайную дверь какую-то В общем, мы сюда зашли в настолько фиговом положении А, это мы вот вокруг обошли Прикольно Там может быть еще какой-то кадавр может вылезти Надо глянуть Мы пришли сюда в настолько фиговом положении Что у меня вообще ни хилок, ничего нету Ну, девочку сейчас, скорее всего, ядом сожрет Опа Сразу откусываем голову Ай Ай Классно У меня нет зеленой травки для того, чтобы обеззаразиться То есть даже драка с вот этими упырями для нас сейчас очень неприятная штука Ау Я понимаю, что мне, скорее всего, придется загружаться У него ничего нету освежевать Тоже у него ничего нету Я хочу... Я говорю, понимаешь, нам придется загружаться Поэтому я хочу пройти как можно дальше сейчас Бысквишурный стеклянный флакон О Слегка... Это кровати? А, нет, гроб Мне показалось, что это кровати Да ну, чувак, ну мы прошли уже Ну, что ты делаешь? Ну, девочку сейчас грохнет, понятно Она сейчас от яда отъедет Или от яда нельзя сдохнуть? Погоди А, ее можно просто убить Мне, в принципе, пофиг на девочку Я все равно собирался ее продать А зачем мне сюда? То есть, серьезно А, ну тут есть дверь Тут есть еще один кадавр Зачем мне все это? Погодите Да хорош! Ну, чувак! Ну, блин, ну не до тебя сейчас Я хочу понять, что мне здесь вообще стоит что-то делать или не стоит А, ты еще... Милочко, у нас эта штука сейчас еще и убьет, ты прикинь Ёлки-палки, какой бред. Хорошо, ладно, поехали дальше. Продолжить. Я ещё и неудачно поспал. Нормально. Ты чувствуешь опасность, хотя на самом деле никакой опасности нету. Хорошо. Что нам получается делать дальше? Вот в чём прикол. Ладно, давайте я сейчас туда дойду и посмотрим. Ну ладно, мы с вами опять тут. Это случайно... Дайте травку какую-нибудь, ребят, вот серьёзно. Мы с вами в эту сторону не ходили. А, это у нас просто закольцованное местечко тут будет, да? То есть, можно дойти через... Да, тут у нас упала эта фигня. Там ходит кадавр. Можно дойти через фигальщика-пуляльщика, а можно дойти через кадавров. Кадавры, в принципе, не страшные, ребята. Но если они кусают, они могут заразить. И самое отвратительное, что они дерутся даже без чёртовой головы. Это неприятно. Так, мы ещё... О, мы ещё не заражены все. Отлично. То есть, тогда, по-моему, за счёт факела это случилось. Это, конечно, глупо, наверное, так полагать. Но мне кажется, что тогда... Так, ты у нас... Нет, не атака, предмет, пожалуйста. Кинь ему метательный ножик вот в эту руку. Отруби её к чертём собачьим. А ты отрубишь вот эту вот руку. И всё. И всё будет нормально. Сфигали! Всё, чувак. Тебе хранты. Давай я тебе ещё и ноги отрублю. А ты в торс. Да какой схватить? Ты о чём вообще? Всё, до свидания. О, на этот раз обыскать шинель, дротики. Кстати, что за шинель? Мы так и не посмотрели с вами в прошлый раз. Погодите. Ему чё, обе руки уже отрубило? А, дружище! Так тебе обе руки уже... А когда? Неужели в драке с матерью где-то? Или чё-то такое? Я смотрю, он стал вообще неэффективен. Ну ладно, чёрт с ним. Чёрт. Шинель. А девочки, я могу это одеть? Могу. Я-то думаю, чё такое происходит? Почему он так слабо бьёт? Он просто без рук остался. Красавец. Так, с вот этим кадавром я не хочу драться. Получается, Кахара у нас сейчас... Как... Боевой персонаж стал практически бесполезен. Нет! Я ушёл! Я ушёл! Я ушёл, чтоб тебя я ушёл! Аааа! Весит! Ха-ха-ха-ха! Ааа... Нет, предмет, пожалуйста. Метательный. Вот сюда вот. И ты... Ну, на, бодни его! Две тысячи! Аааа! Аааа! Тварина. Мне как-то волчицу... Так, обыскать. У него нет ничего ценного... Оставить. Чёрт с ним. Я даже освежевать его не буду. Мне полечиться вообще нечем. Черника. Да, я хоть чуть-чуть волчицу подлечу А, ну блин Если убьет Кахару Как бы это не было грустно Но мне, пожалуй, от него ничего не надо Давайте я пойду дальше просто Сейчас посмотрю, что там будет Эхо, что Разность по всей веще Реверно говорит, что Разм Разм Размер, наверное Знаете, на что это похоже? На тот светлый город, в котором мы были Только сейчас он полностью погружен во тьму Факел Кусок ткани Спасибо, дайте, пожалуйста, хилочку Щит паука Маленький ключ Это, конечно, все здорово Но, блин, ребят Как бы Щит с орлом Щит паука хуже Местечко выглядит Очень интересно Если не сказать большего Это грибы? Грибы заберу Маленький ключ В горшках лежат маленькие ключи Конечно, когда нужны хилки Выглядят мрачным Погружен в собственные мысли Чувак Ой, это случайно не то место, где мы были? Книги тут все гнилые Влажный воздух Ага А вот тут? Книги тут все гнилые Мм Блин, вообще Очень интересное помещение Дрожащие камни Пересчитывает серебряники Чувак У тебя нету рук Тем более дрожащих Что-то античное Что-то перед нами простирается Это Да, блин, в этих бочках ничего никогда нету Бутылка Эля Круто Пыль Отвращение Взрывной флакон Ну да, спасибо Но мне не флакон нужен-то Прогнивший мох и пыль Спасибо вам, конечно, за то, что я чувствую отвращение Да, я понял, но Проблема, знаете, в чем? Что мы сейчас Даже настолько далеко От Того места, где я мог бы взять рыцаря А, у него еще и кровотечение Это серьезно Фишка в том, что я не уверен, что я хочу его спасать Давайте я, наверное, схожу сейчас В самом деле за рыцарем Я не помню точную дорогу Блин, там у нас еще и катавр по пути где-то, да? А, не, мы же его убили Все нормально То есть, по идее, дорога назад у нас Более-менее зачищена Я хотел избежать с ним драки Но не получилось И поэтому дорога назад у нас сейчас Ровная и нормальная С вот этими фигурками Явно не все так просто Как им кажется Я думаю, что Их можно как-то Или что-то с ними сделать Или что Каждую я просто сейчас тыкать не буду Поэтому Я и говорю, что Наверное Но проверять я это не хочу Так Блин, Кахара у нас Прекращается, как только ты Направляешься Направляешься в катакомбы А, то есть куб до этого Что-то делал Окей Бояться нам тут сейчас Абсолютно некого Мы в подземельях выровняли Ой, блин, факел потух Вообще В подземельях мы выровняли Практически все У нас там где-то пара призраков Ходила Но это такое По мелочи Пойдем мы сейчас Наверное Пешочком Вот здесь Вот Я надеюсь, что Кахара сейчас Просто скажет Что ему нужно Или передохнуть Или что-то сделать Или как-то где-то что-то Так Ну, то есть Его духовное состояние О, может я попробую За его счет Меч излучает Та-та-та-та Попросить кого-нибудь Вытащить Вот, чувак Ты вытащи, пожалуйста Да, ты Я так не думаю После как это Потолок рухнет прямо на меня Ты точно Так Ясно Он понимает Чем это все Для него закончится Блин А я сейчас уже И не найду Наверное То, как Туда добраться А хотя нет Вот, нормально Мы сейчас поднимемся По веревке Можно будет Кстати Там же Сохраниться Еще Не-не-не-не-не Чувак Стой 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 Я тебя Понял Пожалуйста Тут у вас Все нормально Все так же Ни с кем Ничего не случилось Дайте мне веревку Давай Медь территорию Хорошо Меч с стороны В сторону В приступе Паранойя Кажется Он начинает Сходить с ума Да Это вполне возможно В его состоянии Обыскать Ничего ценного Это уже все было Вот это Кстати Штука Это иммунитет Я Уже понял Что это не состояние голода Это именно иммунитет Но я пока не знаю Это сопротивление Болезням Какое-то Возможно Еще что-нибудь Я пока не уверен Как это все работает Так Ну Пожалуй Да И точно То что я сейчас Сделаю Это Скорее всего Очень жестоко И все дела Но Допустим Так У него 40 40 это еще Как бы дофига Мне бы его Честно говоря Убить бы В каком-нибудь Соражении Мне не нравится Что у нас волчица Так мало жизни Я никак не могу Это поправить У нас никаких Хилок вообще Не осталось Насчет Тебя дружище Я хочу Вот чтобы Ты поснимал Шмотки Потому что Если мы с тобой Расстанемся То я не хочу Чтобы ты забрал Все мои вещи С собой Ладно Погодите минуточку Послушай Я так больше не могу Мне нужен отдых И всего-то Да хорошо Как скажешь Вот он у нас Остался сидеть Наверху Пусть Ну я не знаю По идее Да Мы оставляем Безрукого человека Ну с другой стороны Тут нет монстров Тут нет ничего Я его оставил В домике Ну мне кажется Ну с чисто Моральной точки зрения Я понимаю Что он скорее всего Умрет С чисто физической Точки зрения Ну Он наверное Смог бы выжить Если бы Его мозг Не был помутен Хотя остаться Без рук В таком месте Ну вы понимаете Идем Я не то нажал Заранее извиняюсь Просто людины Так Хочешь продолжить Поход вместе Да С радостью Я это имел ввиду Что это мудрое решение Очевидно Я с удовольствием Представлюсь в твоей группе И буду До тех пор Пока не достигну Своей цели Ну как бы Там насчет цели Мы уже немножечко достигли Слушай А пожарить мы не можем? Блин Я забыл Что это не кровать Это стол Тепло костра Нас успокаивает Что у нее С Ох ты же Блин Красавица какая Что у нее Со шмотками С чем ты у нас Ходишь С длинным мечом У длинного меча 76 Я кстати Ой Я могу А у нее щит Тогда упадет 66 Она тебе там Сопорик Так Длинный меч Ножницы для костей Пойди Ножницы для костей Это прям Двуручно Ну-ка На тогда Держи Я не заметил Когда я это подобрал Выглядит очень прикольно На тебе на голову Капюшончик На тебе Душу Матери Хорош Аксессуарчик Хорошо прибавляет Урона Ты у нас будешь Чисто дамагером Значит Да Хорошо Выбираемся Отсюда Окей ребят Я сохранился Немножечко Выпил Эля К сожалению Табак у меня Закончился Алкоголь у меня Тоже закончился И две проблемы Которые у нас Сейчас нарисовались Первая Что девочка Скоро чеканется Нафиг А вторая Что волчито Скоро склеится На тот же самый Фиг Поэтому Мы сейчас Идем вперед И очень сильно Надеемся найти Что-нибудь Или от того Или от другого Иначе будет Крайне неприятно Вот та дверь Очень интересная Там написано Что она слишком Огромная Чтобы я смог ее Выломать Посмотрим К чему он Все это приведет Мне срочно Нужен новый Лут Хилки И Стабилизирующие Вещества Грубо говоря Поэтому Сейчас идем И очень Очень сильно Надеемся Что нам Выпадет Что-то человеческое Я эту штуку Обыскивал Там ключик Был Я сейчас Вспомнил Так Идем дальше Кахара У нас остался В больнице Для умалишенных Как бы это плохо Это не звучало Блин Я не могу Куда-то пройти А там Лутецкий Видно Что он там Есть Хорошо По крайней мере Сейчас я себя Чувствую Чуточку Поуютней Поуверенней Выпереждают Решетка Вылет крепкой Вряд ли Ее Изучить Вдалеке Есть тьмы Слышны Гулки Звуки Оттуда Доносится Ужасный Запах Зажечь Маяк Да Факел Потух Спасибо Сверху Видите Механизм Вот этот Вот Так Голод 62 А че же так голодаете Вы че Ребят На тебе Салями И тебе Салями Чуть Чуть Походил Они уже Проголодались Как не Знамо Кто Факел Пожалуйста Да Вы постоянно Мне это Говорите Ходи С факелом Ходи С факелом Вот Грибочек Я возьму Я не знаю Зачем Эти Маяки Зажигают Мне кажется Это что-то Взрывной Флагон Мне кажется Что это Очень что-то Важное Шишку Блин Я просто В восторге Взять Камень Статуя Обрушилась И Тут можно Много Камни По Насобирать Зачем Я не знаю Но так Уже Будет Я их Возьму Стеклянный Флакон Это Круто Конечно Все Почему Капюшон Почему Он Пустой Я хочу Я хочу Лут Мне нужно Что-то Делать Мне придется Полить Факелы Чтобы Медленнее Сознание Уходило Мне придется Сейчас Кучу Всего Делать Дайте Мне Что-нибудь Полутать По-человечески Железную Стрелу Спасибо Огромнейшее Ничего Стоящего Я вижу Письмена Я сейчас Подойду Посмотрю Их Просто Капкан Да Ну То есть На сне Есть Древние Надписи Ты не понимаешь Что это За язык Но Насчет Них У тебя Плохое Предчувствие Насчет Чего Здесь Было Хорошее Предчувствие Не Подскажете Пугающая Статуя Преграждает Тебе Путь Безымянный Голем Человек Ты не Достоин Пройти Через Врата Бесконечности В этом Испытании Ты должен Познать Великие Муки Пытать Своих Близких Пройти Сложный Путь Только Через Эту Боль Можно Постичь Просветление И понять Своё Место В этом Мире Если Ты пройдешь Через Все Это Если Ты Пройдешь Через Все Это Мечтаний Только Тогда Я Позволю Тебе Пройти Что Ты Между Голем Просто Начал Повторить Свои Слова Не Реагирует На Твой Вопрос Похоже Разум Покинул После Времени Пройденного Во Тьме Это Маяк Глубин Механизм Маяка Древний Свет Который Он Излучает Должен Указать Душам Путь В загробный Мир Кажется Спереди Есть Выемка Для Вещи В Форме Куба Использовать Ёлки Пред вами Поднимается Пейзаж Древнего Города Ты Чувствуешь Любопытный Взгляд Из Темноты Окон Это Дарк Слегка Голодна В этих Коридорах Намного Холоднее Чем Снаружи Несколько Древних Книг Обыскать Пожалуйста Дай мне Книжку Свиток Фехтования О Это Интересно В смысле Напасть Я не хотел На тебя Нападать У меня У меня Даже Предмет В руках Не тот Чтоб Тебя Она Сейчас Волчицу Убьет Мне Мне кажется Метательный Дротик Тут Не Поможет Может Взрывной Флакон По тебе Минус Рука Как это Промах Так Эмбрион Падает Эмбрион Надо Бить Какой Защищаться Чтоб Тебя Эмбрион Режь Как Не Не Иди На Фиг Предмет Зрывной Флакон Надо Бить Эмбрионы Я понял Это Это То Что Страшное Здесь Сколько У тебя Жизней Черт Я не могу Разум На это Тратить Пойдет За ногу Так Мне кажется Я просто Не выжил Подохни Пожалуйста Если Будут Ой Не 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 Стой Это Ж Обыскать Можно Я Что Тупанул Нет Ничего Полезного Слишком Тверды Для Ножа И Снятия Шкуры Спасибо А Если Ударим Факел Поток Каркас Матки Блин Твою За Ногу Я Не Рассчитывал Я Еще Без Миазмы Дрался То есть Я Не Рассчитывал Что Эта Штука Враждебна Она Оказалась Очень Сильным Нитроглицерин Это Конечно Хорошо Стеклянный Флакон Давайте Он Будет С Чем Пожалуйста Спасибо Ребят Я думаю Давайте Пока Что На Этом Тогда Серию Закончим Я Сейчас Все Буду Подряд Писать Вторую Поэтому Пока Что Все Увидимся В Следующей Всем Удачи Добра Бобра Всем Погода Продолжение следует